МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 175 НКО, из них порядка 50 социально ориентированных. На реализацию проектов администрация Нинецкого округа выделяет материальную поддержку в виде грантов и субсидий. Грантов на реализацию социальных проектов – это конкурсы субсидий на организацию деятельности, то есть закупка средств, которые необходимы организации для того, чтобы она функционировала. Также это будут субсидии на обучение за пределами Нинецкого автономного округа, участие в семинарах, круглых столах. Благодаря окружной грантовой поддержке некоммерческие организации воплотили много значимых для округа проектов. Один из них – Всероссийский туристический краеведческий форум дружбы Нинецкий автономный округ «Ворота» в Арктику, реализованный некоммерческой организацией «Друзья Заполярье». Он направлен на развитие внутреннего туризма в России. У Нинецкого автономного округа и у Российской Арктики прекрасные для этого возможности. Не нужно создавать дополнительный бренд. Сама по себе Арктика и буквально одна фотография со снежными просторами и чумом на горизонте уже хочется приехать посмотреть. В качестве гостей форум посетили заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, а также представители Ростуризма, Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, делегации космонавтов звездного городка. Это своя красота. Пустыня, чем, казалось бы, она может быть красива и лучше, чем, скажем, Париж или Лондон тот же самый, Тауэр и так далее, лучше. Но это часть дома, в котором живет человек, это часть земли. И мы вот знакомим человека с этими местами, говорим, вот этот твой дом, а не тот маленький, который ограничен границами государства. Пополнить округ туристами и сделать его привлекательной для путешественников удалось благодаря таким проектам, как Международный день холода и Семенхат Мирита. Они уже стали визитной карточкой Ненецкого округа. День холода, праздник арктических регионов, впервые отметили в 2012 году. Инициатором проекта стал Матвей Чупров. Первые три года День защиты холода проходил в стойбище Ненецкой общины ВЫ, затем в туристическо-культурном центре. В рамках проекта проходят конференции и встречи «Круглые столы». В народных куляниях участвуют главные герои зимы Дед Мороз из Великого Устюга, Санта-Клаус из Лапландии, финский Дед Мороз и герой народных северных сказок Ямал-Ири. Для гостей организованы викторины, семейные эстафеты, снежные горки и аттракционы. Не только мы видим на национальном уровне, а все-таки в международном масштабе, потому что этот праздник и его основная цель – это привлечь внимание всего мира к Арктике, как к территории, где формируется климат всей Земли. Еще один значимый проект «Семенхат-Мерита» – самое быстрое спортивное состязание оленеводов. Входит национальный календарь России и является одним из самых ярких событий региона. Лучшим проектом в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне можно назвать лыжный переход по деревням Нижнепечорья – снежные призраки. За спиной путешественников 32 дня, более 10 населенных пунктов и более 600 снежных километров. Именно столько прошли участники лыжной экспедиции памяти героев лыжный батальон. Два флага. Значит, первый флаг – это копия флага Победы, штурмовое знамя, которое было установлено на Рейхстаге, это копия его. Но само это знамя тоже примечательно. Это знамя нам вручали в прошлом году, вручал ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина. А второе знамя – это флаг проекта «Дорога Алина Армии», как раз тот проект, про который я сейчас рассказываю. То есть это два наших боевых знамени, потертых уже в боях, которые уже мы с гордостью возим по деревням. Лыжники отследили, в каком состоянии находятся памятники героям Великой Отечественной войны, изучили их местонахождение и состояние, сняли координаты каждого обелиска. Все памятники будут внесены в единый геопортал объектов военно-исторического наследия. С лучшими детскими писателями страны смогли познакомиться окружные ребятишки в рамках еще одного проекта «Друзья Заполярье». В столице округа прошел книжный фестиваль новой книги «Нашим детям», приуроченных к году литературы в России и году ребенка в нашем регионе. В гости к ребятам из Ненецкого округа приехали известные российские детские писатели. Среди них Анастасия Орлова, Александр Дорофеев, Анастасия Строкина, а также Юрий Нечапаренко, автор сборника. Главным подарком для юных читателей стала книга, которую написали и иллюстрировали специально для них. Печется печора о коме и ненцах, а также о прочих речных поселенцах. И если на север приеду я скоро, и обо мне будет печься печора. Сборник «Друзья Заполярье» со стихами, рассказами, сказками современных детских писателей о крайнем севере пополнит городские окружные библиотеки. Благодаря некоммерческим организациям в округе не только реализуются культурные и туристические проекты, но и решаются острые социальные вопросы. Социальное сиротство в НАУ – одна из главных проблем региона. За три года в Ненецком округе без попечения родителей остались 162 ребенка. Решить эту проблему окружные власти надеются с помощью третьего сектора. Для них в округе специально организовали семинары о взаимодействии органов власти и общественных организаций. Мы говорим о лучших практиках и услугах в сфере профилактики социального сиротства и о взаимодействии государственных органов в учреждении с общественными и некоммерческими организациями в этой сфере. То есть предмет нашего разговора – это как предотвращать социальное сиротство детей, как работать с семьей с тем, чтобы не допускать лишения родительских прав, и как в этой работе могут объединить свои усилия профессионалы, работающие в государстве и представители общественного сектора. Именно на представителей общественного сектора большие надежды возлагают организаторы семинара Департамент региональной политики Ненецкого округа. К сожалению, на территории Ненецкого автономного округа у нас нет активно действующих некоммерческих организаций, которые бы занимались работой с детьми-инвалидами, с детьми-сиротами. Не потому, что у нас нет такой проблемы, а ведь даже если один ребенок стал сиротой – это уже трагедия. Мы очень надеемся, что после этого семинара у нас, ну пусть если не появятся такие организации, хотя этого очень бы хотелось, по крайней мере существующие организации обратили бы внимание на данное направление и начали им заниматься. Патриотические, благотворительные, добровольческие, культурные, спортивные и другие проекты активно поддерживаются органами государственной власти не только финансово, но и информационно. Если у вас есть интересные идеи и группа единомышленников, то воплотить идеи в жизнь вам поможет фабрика НКО, созданная при Центре поддержки молодежных инициатив и военно-патриотического воспитания. В Центре поддержки там конкретно работают с некоммерческими организациями. И ты туда приходишь, они помогают тебе оформить эти документы, они помогают тебе устав написать. То есть это целый проект фабрики НКО, который называется, который нам очень помогает. Вот за последнее время создано очень много некоммерческих, ну достаточное количество некоммерческих организаций и некоммерческие организации, которые действительно работают. Кроме фабрики НКО существует портал некоммерческих организаций. Его можно найти на сайте Министерства юстиции. Создание и регистрация некоммерческой организации представляет собой процедуру, включающую в себя составление учредительных документов некоммерческой организации, предоставление регистрационных документов Министерства юстиции, рассмотрение документов и принятие Минюстом решения государственной регистрации НКО. В общей сложности создание некоммерческой организации взаймет около одного месяца.